Доброе утро, наши самые ранние телезрители. В студии с вами Юлия Зимина, а на календаре понедельник, 9 декабря. День героев Отечества. В честь мужественных и самоотверженных людей репортаж наших корреспондентов. Всего две истории из многих... На первом канале продолжается показ многосерийного фильма «Оттепель». И у нас в гостях режиссер картины Валерий Тодоровский и исполнительница главной женской роли, актриса Анна Чаповская. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Валерий, мы все следим за тем, что происходит в фильме «Оттепель» и за этим накалом страстей. Скажите, вот вы именно про это снимали? Ну, о страстях в том числе, конечно. Но также я снимал фильм о времени, о творчестве, о стремлении к совершенству, о любви, о дружбе. Там есть много, о чем можно сказать, о чем этот фильм. Но, конечно, все это бессмысленно, если нет страсти. Аня, вы помните свои эмоции, когда вам сообщили, что вы утверждены на главную женскую роль к Тодоровскому. Ну, Валерий Петрович сам мне сказал это. Я всех обзвонил сам. Это непредаваемое ощущение. Ты ощущаешь себя, как пятилетний ребенок, которому принесли лучший подарок сейчас под елку. Ну вот просто это сказка. Валерий, ваш отец Петр Ефимович Тодоровский фильм не успел посмотреть, но я знаю, что он читал сценарий. Да, я давал ему читать сценарий, потому что он, ну как, человек, который оттуда. И просто мне начинается разговаривать. И что он сказал? Знаете, у меня папа был человек, который никогда ничего в таких случаях не говорил. Он говорил, ну снимай. Ну, а вот как вы думаете, если бы он увидел картину? Да, мне кажется, он мог бы понравиться. Но самое главное, я хочу сказать, что это про сложных людей. Как я не включаю телевизор, какие-то очень простые ходят люди. Понятно, это хороший, это плохой, это разлучница, этот интриган. И я в какой-то момент как-то немножко возмутился, потому что мне кажется, что мир интереснее, и люди интереснее немножко, чем нам пытаются рассказать. И главные герои, Витя Хрустальев, которого Женя Цыганов играет, у меня сейчас гениально они происходят в истории, мне пишут женщины в интернете. Так он сволочь! Объясните, почему его так все любят женщины? С каждой серией он все хуже, 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 хуже. При этом я читаю их вот это возмущение, и я понимаю, что он у них вызывает такой силы, чувство мощнейшее, это уже любовь. Понимаете? Они просто себе не отдают отчет. Они его любят, но они его ненавидят. Ну, нельзя же любить такого. Ну, как кто ж такого? Вы врете, таких не любят, пишут они. При этом 20 восклицательных знаков. И вот эти восклицательные знаки означают, что очень зацепило, да? Хотя я точно знаю, что любят именно таких, именно вот таких любят. Я это знаю сто процентов. И они знают главное, но они не отдают себя очагом. Так что похоже, что это все правильно. Ань, ну расскажите нам про Цыганова, расскажите про своих взаимоотношениях за кадром, потому что говорят, чтобы сыграть любовь, все-таки нужно быть немножко влюбленным в партнеры. Ну, безусловно, конечно, я как в человека, в Жену Цыганову влюблена безумно, причем очень много лет, потому что мы очень много лет с ним знакомы и дружим. Марьяне невероятно тяжело, потому что она никогда не видела таких мужчин. И это произошло с ней в первый раз. И такой мужчина вообще, я убеждена, должен случиться в какой-то момент в жизни у каждой девушки. Ань, смотря на вас, вот создается абсолютное впечатление, что вам очень комфортно в том времени, что вы действительно девушкой из того времени. Были какие-то актерские сложности, чтобы это воплотить? Ну, конечно, безусловно, это какая-то такая для девочки вообще очень приятная игра, когда тебе предлагаются вот эти все потрясающие платья, туфельки, прически. Но вообще я вам хочу сказать, что это невыносимо сложно, потому что вот я как представлю, что у меня... Вы знаете, полтора часа занимает моя прическа. И все эти прибамбасы, которые раньше носили, чтобы чулки не спадали, это же, извините, пояс, и все это все время... Нет, девочки, наши художники, вы должны себя чувствовать так, как надо. Это в какой-то момент утомительно, невероятно, тяжело. Развязка фильма совсем близко. Можете хотя бы намекнуть, с кем же все-таки останется Марьяна? О-о-о, нет. Нет, подойдите намекну, ну что вы. Конечно же, она останется с мужчиной. Самое главное впереди, вот в этих четырех сериях, которые остались, произойдут все главные события этой истории. Спасибо вам за эту встречу, и будем дальше с большим удовольствием смотреть фильм. Вот теперь. Наша программа заканчивается, и я хочу пожелать вам хорошей рабочей недели, прекрасного настроения. Пусть все у вас будет хорошо. Увидимся, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова